Друзья, всем доброго времени суток. Сегодня я хочу немножко поговорить о вытяжке на кухне. Дело в том, что много приходится бывать в разных квартирах, в домах, работаю в городе Минусинске, наблюдая какую ситуацию. Захожу на кухню, стоит красивая вытяжка, богатая, все, кухонный гарнитур. Пытаешься разглядеть, где же идет канал, куда воздух утягивается. Не вижу, задаю вопрос, как она работает. Многие отвечают, а у нас утяжка просто для красоты. Очень странно, люди почему-то не знают или боятся. На самом деле, это делается очень легко и просто. Я хочу сегодня показать на примере кухни, как это делаю я. Использую я простой пластиковый канал с угловыми элементами, с доборными. Он 6 сантиметров. Под натяжным потолком, в принципе, это не так уж и много и заметно, если потолки даже стандартные в любой квартире. Я его делаю с фобки, вырую его к потолку на дюбель-гвозди и вставляю туда вот эти крепежи. Все элементы угловые, стыковочные, я промазываю с телефоном тщательно и между собой закрепляю. Крепления я делаю все на пресс-шайбу потом. И чтобы не было никакого вибрации, ничто потом под потолком не играло, я еще пропениваю это. Очень важный момент. В вентиляцию мы к потолку штропим, чтобы ее плотно подогнать. Внизу добавляем еще один кирпич. Еще один кирпич, чтобы она была чуть поменьше, небольшая. И какой момент. В саму шахту я использую вот такой угловой элемент. Для чего это делается? Когда воздух идет по нашей утяжке, по каналу, чтобы этот воздух плавно уходил вверх. И не было обратного сброса в помещение. Это очень важный момент. Некоторые люди это не знают и потом учатся. Идет вытяжка, какие-то непонятные запахи. Если вот этот момент все учесть, то утяжка будет работать все хорошо и без всяких навеканий. Вот так. Все очень просто. Не бойтесь делать утяжку на кухне. Используйте профессионалов. Всем добра. Пока.